добрый день глубоко уважаемые коллеги уважаемые слушатели сегодня мы поговорим о таком осложнении противопухолевой лекарственной терапии именно таргет на сегодня мы остановимся на таргетной терапии по поговорим о систолической дисфункции и сердечной недостаточности как известно в последние годы таргетная терапия она заняла очень прочно лидирующие положения по некоторым нозологическим формам онкологических заболеваний и носит там лидирующий характер например там рак почки здесь используется преимущественно таргетная иммун терапия также некоторые формы рака печени и действительно последнее время появляется если говорить о хер два позитивном раке молочной железы также появляется очень много данных которые свидетельствуют о том что эти лекарства могут вызывать систолическую дисфункцию миокарда и прежде чем перейти собственно говоря к осложнениям первый вопрос который необходимо всегда знать все таки какие же лекарственные препараты таргетные вызывают дисфункцию миокарда и сердечную недостаточность это прежде всего конечно хер два блокаторы больше всего данных касается тростозумаба перту зумаба тидем и лопотиниба если говорить об антиангиогенной терапии то здесь речь идет о ингибиторах тирозинки нас это суни тенип сарафинип линвотинип оксити ниб моноклональным антителам относятся белоксизумаб и третья группа препаратов которые используются для лечения соленых опухолей это брав и мек ингибиторы которые используются для лечения меланомы ну прежде всего это коби метинип доброфенип и траметинип и механизм кардиотоксичности при проведении различных форм таргетной терапии он в целом сводится к тому что нарушается передача внутриклещенных сигналов если говорить об антихер 2 терапии то на этом слайде видно что тростозумаб воздействует на хер 2 рецептор который располагается преимущественно опухолевых клеток также может перекрестно блокировать хер 2 и хер 4 рецепторы которые располагаются на мембранах кардиомиоцитов и таким образом нарушается продукция и передача нерегулина 1 который является одним из основных внутриклеточных регуляторов клеточного сигнала и таким образом возникает дисфункция кардиомиоцитов и соответственно систолическая дисфункция всего миокарда если мы говорим о различных вариантах антихер 2 терапии то допустим тростозумаб он связывается с четвертым доменом хер 2 рецептора пертузумаб со вторым доменом хер 2 рецептора но при этом механизм действия из их схож а если мы говорим об ингибиторах тирозинки нас это лапотини прежде всего он нарушает внутриклеточную передачу сигнала от внутриклеточных доменов her 2 рецептора и уже таким образом наступает воздействие на опухолевые клетки если говорить о механизмах кардиотоксичности антиангиогенной терапии то здесь прежде всего основную роль играет это эндотелиальная дисфункция и известно что ингибиторы фактора роста сосудистого эндотели они приводят к капиллярной дисфункции за счет блокады роста эндотели это приводит к тому что нарушается происходит обеднение капиллярной сети в различных органах и ткани в том числе это происходит и в кардиомиоцитах и таким образом возникает структурные и функциональные изменения в кардиомиоцитах что приводит к нарушению их сократительной функции если говорить о механизмах кардиотоксичности брав и мег ингибиторов то здесь основную роль играет блокада внутриклеточной передачи сигналов что в конечном итоге также происходит в кардиомиоцитах и приводит в конечном итоге к возникновению систолической дисфункции миокарда и также очень важно классификация различных проявлений сердечной дисфункции и на этот счет существует уже совершенно определенная нозологическая единица которая впервые была определена в рекомендациях европейского общества кардиологов в 2022 году это первый первые гайдлайн европейского общества кардиологов которые касаются кардио онкологии и здесь сердечная дисфункция связана с терапией рака именно так называется это нозологическая единица разделяется на две большие формы это бессимптомная дисфункция и симптом на эту сердечная недостаточность и в свою очередь сердечная недостаточность она подразделяется на четыре степени тяжести это легкая сердечная недостаточность когда имеется легкие симптомы и какая-либо интенсификация кардио-терапия не требуется это умеренная дисфункция когда есть необходимость интенсификации амбулаторной существующей терапии и присоединение диуретической терапии это тяжелая дисфункция тяжелая симптомная сердечная недостаточность которая безусловно требует госпитализации и очень тяжелая это когда пациент в результате противоопухолевой терапии будет находиться в отделении реанимации интенсивной терапии здесь требуется инотропная поддержка и другие способы в том числе механические поддержки кровообращения и наиболее конечно часто в рутинной клинической практике встречается бессимптомная сердечная дисфункция которая тоже разделяется на три группы это первая тяжелая тяжелая бессимптомная дисфункция диагностируется у пациента если у него появляется новое снижение фракции выброса левого желудочка менее 40 процентов если у пациента диагностируется умеренная бессимптомная дисфункция тогда у пациента должно быть наличие нового снижения фракции выброса левого желудочка на 10 более единиц менее 50 процентов и или новое снижение фракции выброса менее 10 процентов но обязательно ниже уровня в 50 процентов и плюс возможно новое относительное снижение глобальной продольной деформации на 15 процентов по сравнению с исходным уровень уровнем или новый рост сердечных биомаркеров если мы говорим о бессимптомной легкой дисфункции кто это тоже достаточно частая ситуация у пациента должна быть фракция выброса левого желудочка более 50 процентов при этом у пациента наблюдается новое относительное снижение глобальной продольной деформации на 15 процентов по сравнению с исходным уровнем или новый рост сердечных биомаркеров под сердечными маркерами подразумевается высокочувствительный тропонин или натрий n-концевой пептид натрия уретического пептида и тоже очень важный вопрос который касается чистоты встречаемости различных вариантов сердечной дисфункции при различных вариантах проведения противоопухолевой таргетной терапии и вот данные на данном слайде недавно опубликованного мета анализа где было проанализировано около 17 тысяч пациентов у которых по различным базам данным сообщалось о наличии сердечно-сосудистых нежелательных явлений и вы видите если говорить о монотерапии антихир 2 препаратами то согласно этому мета анализу лидирующее положение занимает тростозумаб и сердечная дисфункция встречалась чуть более чем в 17 процентах случаев у пациентов которые получали монотерапию тростозумабом а если мы говорим о дисфункции миокарда при антихир 2 терапии в различных комбинациях то безусловно здесь лидирующее положение занимает комбинация антихир 2 терапии тростозумабом с антрациклинами и вы видите что у пациентов которые получали дополнительно доксорубицин в 22 процентах случаев имелась дисфункция миокарда левого желудочка а если мы говорим о пациентах которые получали противопухолевой лекарственной терапии по доме статического рака молочной железы то наиболее кардиотоксичной оказалась схема которая включала себя поклитоксел тростозумаб и пертузумаб и в этом варианте противопухолевой терапии у 10 процентов пациенток наблюдалась дисфункция миокарда если мы говорим о частоте встречаемости дисфункции миокарда которая связана с антиангиогенной терапией то в общем и целом она составляет около десяти процентов и она наиболее характерна для бивоцизумаба оксити небо линвати небо и сурфинибо среди брав и мег ингибиторов наиболее кардиотоксичным является кубе метиниб и по различным данным около 12 пациент процентов пациентов имеет сердечную дисфункцию которая связана с терапией к обе метинибом и после того как мы решили приняли решение о проведении противопухолевой терапии потенциально кардиотоксичным противопухолевым препаратом таргетным краеугольным камнем является базовая оценка кардиоваскулярного риска что она себя представляет это чек-листы которые составлены для каждого вида таргетной терапии который необходимо заполнять можно в электронном можно в бумажном виде до начала потенциально кардиотоксичной терапии желательно каждому пациенту и здесь учитывается несколько групп факторов риска это наличие в анамнезе кардиоваскулярных заболеваний это прежде всего сердечной недостаточности или кардиомиопатии наличие инфаркта миокарда или каких-то реваскуляризации клинически значимое поражение клапанов наличие стенокардии напряжения это исходно сниженная фракция выброса меньше 50 и наличие возраста старше 80 лет и если у пациента были до начала противоопухолевой терапии какие-то кардиотоксические осложнения уже связаны с приемом антихер-2 терапии и суммарно все эти факторы риска учитывается вы видите здесь есть факторы очень высокого риска высокого риска среднего риска который дает 1 балл этот скобочках один указано и среднего риска который дают 2 балла здесь также вот в скобках это указано подобные чек-листы они существуют и для пациентов которые получают антиангиогенной терапии здесь несколько шире перечень факторов которые касаются кардиоваскулярных заболеваний здесь добавляется вот наличие тела или тромбоза глубоких вен в анамнезе удлинение интервала qt авто в остальном в принципе перечень факторов он схож то же самое касается и стратификации риска при таргетной терапии брав и мег ингибиторами и здесь также каждый фактор риска имеет свой вес и каким образом необходимо эти данные анализировать если у пациента в результате оценки отсутствуют факторы риска или выявляется один фактор среднего риска с одним баллом то пациент относит группе низкого риска если у пациента выявляется один фактор среднего риска с двумя баллами или при суммарном количестве от двух до четырех любых факторов среднего риска пациент относят к группе высокого риска. И если суммарно количество любых факторов среднего риска более или равно 5, и если есть хотя бы один фактор высокого риска, то пациента относят к группе высокого риска развития кардиотоксичности. А если у пациента выявляется хотя бы один фактор очень высокого риска, то пациент автоматически относится к группе очень высокого риска. Надо сказать, что рекомендации Европейского общества кардиологов по кардио-онкологии такой подход, то есть стратификация риска до начала потенциально кардиотоксичной противоопухолевой терапии рекомендуется с классом рекомендации 1B. То есть это рекомендуется обязательно всем пациентам. И здесь для того, чтобы выявить совокупность факторов риска, о которых мы говорили, необходимо пациенту всегда проводить базовое обследование до начала противоопухолевой терапии. Обязателен сбор анамнеза, в котором прицельно уточняется наличие сердечно-сосудистых заболеваний, противоопухолевого лечения, которое проходил пациентов, и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как курение, дизлепидемия. Пациенту проводится физикальное обследование, общий анализ крови, уровень гликированного гемоглобина для выявления сахарного диабета, липидограмма и обязательно проводится ЭКГ и эхокардиография. И для чего нужен такой подход? Он нужен для того, чтобы мы отделили из всей массы пациентов, которым планируется потенциально кардиотоксичная таргетная терапия, пациентов низкого и среднего риска, которым не требуется какого-либо дополнительного контроля, они без промедления начинают получать таргетную терапию и не нуждаются в каком-то особом наблюдении кардиолога или кардиоонколога. И вторая группа больных – это больные высокого и очень высокого риска, которым обязательно для до начала таргетной терапии необходима консультация кардиолога для того, чтобы скорректировать имеющуюся терапию или инициировать эту кардиотропную терапию. И после того, как у нас больные начинают таргетную терапию, у нас всегда встает вопрос, как часто и каким образом, какими способами необходимо измерять фракцию выброса левого желудочка. То есть это основной параметр, который будет интересовать врача-онколога, проводящего потенциально кардиотоксичную противоопухолевую терапию. И здесь существует три основных способа оценки фракции выброса. Лидирующее место занимает эхокардиография, второе место – это магниторезонансная томография и так называемая радионуклидная равновесная вентрикулография. И подробнее остановимся на каждом из видов инструментальных обследований. И первый и наиболее часто используемый метод в рутинной клинической практике – это обычная двухмерная 2D-эхокардиография. Сразу надо сказать, что фракцию выброса в одномерном режиме с помощью метода Тейхольца измерять нельзя, потому что это очень неточный метод, и он дает достаточно большую погрессность. И бесспорными преимуществами 2D-эхокардиографии является высокая доступность этого метода. Наверное, уже нет таких учреждений, где проводится противоопухолевая лекарственная терапия, где нет эхокардиографии. Все про это уже, наверное, знают. Это достаточно простое исследование. То есть, там нет никаких тайн, происходит измерение конечно-диастолического объема, конечно-систолического объема левого желчка, и разница является фракцией выброса. Это скорость исследования. То есть, при хорошей визуализации, измерение фракции выброса в 2D-режиме – это достаточно быстрая процедура, и, безусловно, это низкая стоимость исследования. Но при этом существуют и существенные недостатки этого исследования. А прежде всего, это недостаточная чувствительность при диагностике небольших измерений. И считается, что у различных исследователей может быть достаточно большая вариабельность результатов. Она может достигать 20% и более. Второй недостаток – это вариабельность размеров левого желудочка. Потому что конечный диастолический объем и ударный объем, соответственно, он зависит от частоты сердечных сокращений, от артериального давления и от многих других параметров. Также существенный недостаток – это измерение при нарушениях локальной сократимости. То есть, если у пациента были инфаркты, у него есть какие-то рубцовые изменения, и есть участки нарушения локальной сократимости, сразу фракция выброса становится измерением неточной. Если у пациента имеется брадикардия или тахикардия, также результаты могут быть неточны. Если у пациента имеются какие-то блокады, прежде всего блокада левой ножки пучка гиса, если у пациента есть мерцательная аритмия или выраженная метральная регургитация, также у таких пациентов измерения могут быть неточны. Очень исследование зависит от опыта исследователя. Если у пациента не удается хорошо визуализировать миокартилевого желудочка, то измерения могут быть, опять же, неточными. И это низкая воспроизводимость. И проводились исследования, что даже у одного и того же исследователя вариабельность может достигать 10%. И существуют также такие методы, как контрастная эхокардиография. Она связана с тем, что при введении контрастных веществ происходит улучшение визуализации эндокарда, и, соответственно, более точные методы измерения получаются, результаты измерения. Но высокая стоимость контрастных препаратов, инвазивность манипуляций и проблемы с поставками контрастных препаратов, они, конечно, существенно затрудняют использование этого метода исследования. Более точным является, конечно, измерение фракции выброса в 3D-режиме, когда в трёх плоскостях измеряется фракция выброса, и затем компьютерная программа, она моделирует 3D-фракцию выброса, и здесь очень хорошая воспроизводимость у этого метода и более точный результат. То есть по данным исследований результаты, которые получаются с помощью 3D-эхокардиографии, они наиболее приближены к МРТ, которые являются эталонным методом измерения фракции выброса. Но, конечно, возможность измерения фракции выброса в 3D-режиме, она существует не во всех лечебных учреждениях, и здесь очень большая зависимость от качества изображения, потому что не всегда чётко можно визуализировать эндокарты во всех сечениях. И также надо особо обратить внимание на такой метод исследования, как глобальная продольная деформация. И этот метод, он, конечно, призван выявить наиболее ранние субклинические проявления систолической дисфункции, и у этого метода очень высокая воспроизводимость, но до сих пор, конечно, оптимальные показатели не ясны. Глобальная продольная деформация и требуется определённая стандартизация между производителями различного диагностического оборудования. И здесь стоит сказать, что глобальная продольная деформация является доказанным предиктором снижения фракции выброса левого желудочка дальнейшего, и вот на этом слайде достаточно хорошо видно, что при проведении, при возникновении дисфункции систолической последующей в первую очередь на повреждения реагирует высокочувствительный тропонин или натриуретический пептид, то есть, который является наиболее ранними маркерами развития дисфункции миокарда. И затем происходит снижение глобальной продольной деформации, а затем уже происходит, собственно говоря, и снижение фракции выброса левого желудочка. И выявление такой субклинической дисфункции, оно важно в плане ответа на терапию, потому что достаточно чётко показано, что чем раньше пациент начинает кардиотропную терапию, чем раньше выявлена на субклинических этапах дисфункции миокарда, тем лучше ответ на терапию и вероятность полного восстановления систолической функции миокарда левого желудочка, она выше. И МРТ, который является эталонным методом измерения с помощью МРТ фракции выброса, они наиболее точны. Здесь существует минимальная зависимость от оператора и очень высокая степень воспроизводимости. Но, к сожалению, даже в больших городах существует определённая ограниченность этого метода. Не всегда его можно использовать быстро, в отличие от их кардиографии. Здесь в этом плане существуют определённые проблемы. И также надо не забывать, что когда их кардиография и МРТ недоступны, по различным причинам есть достаточно хороший метод такой – радионуклидная вентрикулография. Но, опять же, здесь имеется ограничение в виде лучевой нагрузки и ограниченной доступности этого метода. Он просто-напросто не везде есть. И, согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов, существует определённый порядок применения различных методов измерения фракции выброса левого желудочка. И, согласно этим рекомендациям, эхокардиография рекомендуется в качестве метода выбора для оценки фракции выброса левого желудочка у больных с онкологическими заболеваниями, которым назначается потенциально кардиотоксичная противоопухолевая терапия. И 3D-эхокардиография рекомендуется в качестве предпочтительного эхокардиографического метода. И если есть техническая возможность, всегда необходимо измерять глобальную продольную деформацию. А МРТ следует рассматривать, как мы уже говорили, для оценки сердечной функции, когда эхокардиография недоступна или её результате неинформативна. Это очень часто бывает при опухолях молочной железы с локализацией слева, с наличием экспандеров, имплантов слева, при опухолях средостения, при опухолях лёгкого с локализацией слева, когда эхокардиографическая визуализация сильно ограничена. Если эхокардиография неинформативна, а МРТ недоступна, тогда можно использовать равновесную вентрикулографию. И очень важно также понимание вопроса, кому же необходимо исследовать фракцию выброса базового до начала противоопухолево-лекарственной терапии. И здесь тоже существуют определённые рекомендации, которые зависят от степени базового риска пациента. И вы видите, что если у пациента планируется антихир-2-терапия, то пациенту любого риска базово показано эхокардиографическое исследование. Если пациенту планируется антиангиогенная терапия, то пациенту только очень высокого риска рекомендуется стопроцентно выполнение базовой эхокардиографии. Если пациент среднего и низкого риска, то вы видите жёлтенькие квадратики, это класс рекомендаций 2B, то есть необязательно выполнение эхокардиографии. А если пациенту рекомендовано проведение таргетной терапии BRAF и меконгибиторами, то также пациенту только очень высокого риска базово им необходимо выполнение эхокардиографического исследования, а пациентам умеренного и низкого риска, необязательно. И у нас всегда возникает вопрос, как часто нам пациентам необходимо выполнять эхокардиографическое исследование. И на сей счёт тоже существуют достаточно чёткие рекомендации, которые определяют порядок такого исследования для различных видов таргетной терапии. Если пациент получает антихер-2 терапию, то мы уже говорили обязательно всем пациентам базовое проведение эхокардиографии, а затем, если пациент получает неодевантную или одевантную антихер-2 терапию, эхокардиография рекомендуется каждые 3 месяца и затем в течение 12 месяцев после завершения лечения. Если у пациента метастатический рак, рекомендуется проводить эхокардиографию каждые 3 месяца в течение первого года, и если у пациента изменений никаких не выявляется, то наблюдение может быть сокращено до каждых 6 месяцев во время будущего лечения. Это очень важно для пациентов, которые получают антихер-2 терапию пожизненно, чтобы их как-то разгрузить и не так часто им выполнять эхокардиографию. Если у пациентов с метастатическим раком и высоким, очень высоким риском, также может быть рассмотрен вопрос и о более частом мониторинге эхокардиографии. Ну, в каких случаях это допустимо? Если у пациента наметилась какая-то тенденция к снижению фракции выброса, там было 60, стало 55, потом 50, вот да, такого пациента можно чаще приглашать там раз в месяц для того, чтобы более низкие параметры быстро скорректировать. И если у пациента с высоким риском во время, это пациент с ранним хер-2 позитивным раком молочной железы и высоким риском во время лечения, также касается это и этих пациентов. Такой же алгоритм существует и для пациентов, которые получают антиангиогенную терапию. И здесь вы видите, что базовая эхокардиография, мы уже про это говорили, рекомендуется обязательно пациентам с высоким и очень высоким риском. Это пациенты, которые получают либо ингибиторы терезинкиназ или бивоцузума. Пациенты, которые имеют низкий или умеренный риск, им можно выполнить эхокардиографию. Это класс рекомендаций 2А. И в дальнейшем, если у пациента умеренный риск и в течение первого года им необходимо выполнять эхокардиографию раз в 4 месяца. А если у пациента имеется высокий и очень высокий риск, то эхокардиографию необходимо выполнять каждые 3 месяца. Если пациенты получают терапию брафомек ингибиторами базово эхокардиографии для пациентов с высоким и очень высоким риском. И затем, если у пациентов высокий и очень высокий риск, каждые 4 месяца. И следующий вопрос тоже очень важный. Что мы все-таки можем предложить нашим пациентам в случае выявления у них базового высокого или очень высокого риска возникновения кардиотоксичности? И если обратиться к доказательной базе, то здесь на самом деле существует немного исследований, которые касаются таргетной терапии. В основном это исследования, которые посвящены тростозумабу. Но вот одно из исследований – Прада. Вот там существует несколько субанализов. И это исследование показало, что у пациентов, которые получали антрациклины и тростозумаб, есть определенные возможности для кардиопротекции с помощью кандесартана и метапролола. И было показано, что в этом исследовании метапролол не работал, а кандесартан, опять же, это связано с предшествующей терапией антрациклинами или терапией тростозумабами, конечно, непонятно, но кандесартан показал некую эффективность, и его применение с профилактической целью предотвращало падение фракции выброса левого желудочка. И такой же субанализ существует и касаемый тропонинов. И здесь было показано, что тропонин реже и меньше повышался у пациентов, которые получали метапролол, но не было никакой эффективности в группе пациентов, которые получали кандесартан. И если посмотреть, но опять же, это исследование Прада, здесь были пациенты, которые получали и антрациклин и тростозумаб, поэтому здесь невозможно его экстраполировать на монотерапию тростозумабом. И вот есть исследование Мантикор, небольшое, которое касалось монотерапии тростозумабов, но здесь, к сожалению, вы видите, что бисопролол это бета-адреноблокатор, он не показал и перендаприл, ингибитор ангиотензин-превращающего фермента, так же, как и кандесартан. Это препарат, который относится к группе блокаторов, рецепторов к ангиотензину второго типа. Здесь не было какой-то кардиопротективной активности у этих препаратов. И, конечно, этот вопрос очень интересен, и в настоящее время, видите, вот эта свежая статья 2024 года, которая касается группы препаратов, такой как ингибиторы натрий-глюкозного контрранспортера второго типа. Это препараты, которые достаточно эффективно используются в кардиологии, в лечении сердечной недостаточности, и стали появляться исследования, которые применяют эти препараты при различных вариантах кардиотоксичной противоопухолевой терапии. Вот есть два исследования. Одно исследование, которое касается сунити-ниба. Здесь с целью кардиопротекции использовался эмфоглифлозин в дозировке 10 мг, и второе исследование, которое касалось тростузумаба. Здесь также использовался эмфоглифлозин в дозировке 10 мг. И действительно было показано, что применение ингибиторов натрий-глюкозного контрранспортера второго типа может предотвращать падение фракции выброса, кроме того, значимо снижается уровень тропонина, натриуретического пептида, и сейчас эта группа препаратов рассматривается в качестве перспективной для кардиопротекции у пациентов, которые получают кардиотоксичную противоопухолевую терапию. И очень интересен в этом плане кардиопротективный эффект экзогенного фосфокреатина. И экзогенный фосфокреатин, существует исследование, которые показали, что он при использовании, при противоопухолевой лекарственной терапии с применением антрациклиновых антибиотиков доказано, при использовании предотвращает изменение фракции выброса. И препарат неатон, это экзогенный фосфокреатин, он действительно включен в евразийские клинические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению сердечно-сосудистых осложнений при проведении противоопухолевой терапии, а также в согласованное мнение российских экспертов по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистой токсичности при проведении противоопухолевой терапии. И вот я хотел бы представить свой собственный клинический случай, когда препарат неатон, экзогенный фосфокреатин, он использовался для лечения пациентов с сердечной недостаточностью при проведении именно таргетной терапии, не антрациклин, содержащий химиотерапию, а именно таргетной терапии. И больная с раком левой молочной железы, которая получала в прошлом 2 оперативное лечение, радикальную мастэктомию, дистанционную лучевую терапию, она получала антрациклин, содержащую химиотерапию, схема АЦ применялась и также проводилась таргетная терапия тростузумабом в 2013 году. И спустя практически 9 лет у пациентки было диагностировано прогрессирование заболевания, у пациентки были выявлены метастазы в головной мозг, кости, легкие, то есть это достаточно такой распространенный процесс. И больная получала таргетную терапию тростузумабом и пертузумабом. И на фоне такой комбинированной таргетной терапии в мае 2023 года у больной выявилось снижение фракции выброса левого желудочка с 60 до 34. И больной в одной из клиник Санкт-Петербурга была назначена терапия с кубитрилом-валсартаном, это сартан, бета-адреноблокатор и спиронолактон, и на фоне такой терапии у пациентки наступило клиническое улучшение, и было незначительное повышение фракции выброса левого желудочка до 39, и она обратилась к нам на прием, ко мне на прием, и из клинических проявлений у больной была одышка при легкой физической нагрузке и выраженная слабость. И на приеме я ей измерил фракцию выброса левого желудочка по Симпсону, вот видите их кардиографическая картинка, она представлена на слайде, и у пациентки она обратилась ко мне в июле, фракция выброса левого желудочка составляла 40%, и больная у меня была осмотрена, и ей диагностирована сердечная дисфункция связана с терапией рака тяжелой степени. И мы продолжили ей терапию, увеличив дозы препаратов суккубитрил, волсартан или юперио препарат был увеличен до целевой дозировки 100 мг 2 раза, бисопролол 2,5 мг утром и спиронолактон или вершпирон 25 мг в обед. И мы, так как у нас стандартная терапия сердечной достаточности, она не приводила к значительному повышению фракции выброса левого желудочка, мы приняли решение о том, что мы будем проводить ей также дополнительно терапию неотоном в дозе 2 мг ежедневно в течение 7 дней. И также пациентка была приглашена на их кардиографическое исследование перед каждым следующим циклом таргетной терапии. И пациентке далее проведено очередное введение тростузумаба на фоне уже терапии неотоном. И здесь в августе, то есть спустя месяц у пациентки наметилась определенная положительная динамика. То есть дополнение неотона к стандартной терапии сердечной недостаточности, оно привело к тому, что фракция выброса увеличилась на до 49%. И мы продолжили терапию неотона. И вот на данный момент, пациентка была недавно у меня на приеме, и мы провели всего 10 курсов неотона по 7 дней на фоне 19 введений уже тростузумаба и 13 марта до 2024 года, пациентке измерена фракция выброса, и средний результат уже составляет 52%. И их кардиографическое исследование, картинка, она вот на слайде представлена. Таким образом, добавление неотона к стандартной терапии хронической сердечной недостаточности, которая вызвана тростузумабом, оно позволило увеличить фракцию выброса с 39 до 52. И пациентка продолжает получать таргетную терапию. И следующий вопрос, который нам необходимо разобрать, это все-таки, как необходимо поступать с пациентами, которые имеют различные степени дисфункции миокарда. И здесь у нас существует несколько алгоритмов. Вот этот алгоритм ESMO 2020 года. И видите, что если у пациента изначально фракция выброса больше 50, пациенту начинают таргетную терапию, противоопухолевую терапию, и затем пациенту, как мы уже говорили, проводится периодическое обследование. Это контроль фракции выброса или сердечных биомаркеров. Если в процессе диагностики у пациента возникает симптомная сердечная недостаточность, пациента отправляют к кардиологу для того, чтобы были предприняты какие-то попытки кардио-протекста, если у пациента фракция выброса также снижается на 20% больше от исходной величины, также его отправляют к кардиологу. Если у пациента имеется снижение фракции выброса более легких степеней, то пациенту, либо если это легкое снижение, возможно продолжение таргетной терапии. А если фракция выброса снижается больше, чем на 10%, то пациенту временно приостанавливают терапию. Если она восстанавливается, фракция выброса, то пациенту продолжает лечение. А если сохраняется это снижение, то пациенту временно приостанавливают противопухолевую терапию. И мне кажется, что более удобен алгоритм, который представлен в рекомендациях РУСКа 2023 года. Он более четко дает представление о том, как правильно себя вести в отношении пациентов, у которых есть различные степени дисфункции миокарда. И здесь все, на мой взгляд, достаточно просто. Если у пациента в процессе противопухолевой терапии выявляется дисфункция сердца, связанная с противопухолевым лечением, то ее надо сразу разделить на два вида. Если она симптомная, то есть наличием одышки, отеков и так далее, и бессимптомна. Если у пациента имеется симптомная сердечная недостаточность, и если пациент... Затем мы таких пациентов разделяем на пациентов с очень тяжелой или тяжелой дисфункцией, пациентов с умеренной дисфункцией, пациентов с легкой дисфункцией. Если у пациента тяжелая дисфункция, то мы однозначно ему приостанавливаем лечение. Если у пациента умеренная дисфункция, то мы также приостанавливаем лечение. А если у пациента имеется легкая симптомная дисфункция, то мы, посоветовавшись, то есть должно быть совместное решение кардиолога и химиотерапевта, и, в принципе, на фоне кардиотропной терапии возможно продолжение таргетной терапии. А если пациент имеет бессимптомную дисфункцию, тяжелую, то тут, конечно, тоже надо приостановить, то есть тяжелая – это фракция выброса менее 40. Мы, конечно, приостанавливаем противоопухолевую терапию и смотрим пациента, корректируем лечение. А если у пациента диагностируется умеренная или легкая дисфункция, то мы на фоне более частого мониторинга и назначения кардиотропной терапии можем пациенту продолжать безопасно антихер-2 терапию. И такой алгоритм, он основан на небольшом исследовании, которое называется SafeHeart, которое показало, там было немного пациентов, порядка 50, но здесь достаточно четко было показано, что пациенты, которые имеют умеренное или легкое снижение фракции выброса, то есть фракция выброса от 40 до 50 у этих пациентов составляла, то здесь на фоне сопутствующей кардиотропной терапии можно безопасно у таких пациентов продолжать антихер-2 терапию. И это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание.